Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». И наши режиссёры Марии Новгородовой Михаил Эверстов, у микрофона я, редактор Светлана Вишнякова, а в нашей студии гости. Главный врач Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, главный внештатный реабилитолог Минздрава России Кюна Назарова. Кюна Николаевна, здравствуйте. Республика Саха-Якутия. Здравствуйте. Республика Саха-Якутия. Инструктор по лечебной физкультуре центра Владислав Иванов. Владислав Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Огромное спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. Врачам в последнее время мы, конечно же, очень рады и очень благодарны, что, несмотря на ваш плотный график, вы находите время прийти и поделиться информацией с нашими слушателями и зрителями. С зрителями, которые могут нас смотреть на республиканском телевизионном канале и на волне республиканского радио, слушать сейчас и присоединяться к нашему разговору по телефону 32 00 66 32 11 66 и задавать свои вопросы по теме реабилитации после ковида. Тема живая, трепещущая и сейчас очень актуальная, уже как последние годы. И перед эфиром мы сейчас обсуждали тему, насколько сейчас сложно врачам, насколько сложно работать, насколько сложно помогать. И меры предпринимаются как локдаун, как вакцинация, чтобы люди помогали врачам в их сложном сейчас очень труде, потому что, ну, как иначе, давайте все-таки как-то сознательно относиться и ношение масок необходимо, и мытье рук, и привиться нужно. Я как-то под впечатлением от нашего разговора, насколько сейчас врачам сложно, сложно за всему следить, и насколько тяжело работать еще, и нужно свою семью оберегать, себя оберегать. Как вы сами сейчас в это время защищаете себя и своих близких? Может быть, давайте с этого начнем разговор. Ну, в первую очередь, я привился, ношение маски обязательно, социальное дистансирование, мытье рук обязательно, и дом, работа, дом. Вот. Побольше проводить дома, никуда не ходить, ну, можно прогуляться на свежем воздухе. По торговым центрам я не хожу, надобности нет. Вот такая вот защита у меня. И главное, самое главное, вакцинация. Как вы, Елена Ваевна? Это молодой человек в данном случае. Потому что сейчас болеют в основном, все прекрасно знают, что пожилые люди. Пожилые люди, это 85%, это болеют пожилые люди. Поэтому надо уважать друг друга, и каким-то отношением с пиететом и так далее должно быть. Спасибо. Я тоже ревакцинировалась, поставила прививку весной, вот сейчас осенью, и от обычного гриппа тоже поставила. Тоже ограничила свои контакты, потому что не хочется быть причиной болезни своих близких, и хочется их действительно защитить и уберечь. Вы сказали, что 85% сейчас это пожилые люди, и наверняка именно эта возрастная категория является пациентами вашего центра, которым необходима реабилитация. Потому что симптоматика после ковидная, она очень серьезная, и прям восстанавливаются люди, говорят, очень долго. Из тех историй, которые я знаю, это ухудшение слуха, ухудшение зрения, памяти ухудшения, и сильно большие вообще проблемы грандиозные с мочеполовой системой. Вот это те симптомы, о которых я знаю, после ковидные. Дополните, пожалуйста, этот список, и расскажите о том, как проходит реабилитация в вашем центре для тех, кто туда обращается, и кто туда может обратиться. Я имею в виду, что это свободное обращение, либо это по направлению лечащего врача. Нашему центру в 2019 году исполнилось 70 лет, да. И в июле 2020 года обалахское отделение медицинской реабилитации, которое находится в Нижнем Бестяхе, оно было перепрофилировано под пациентов, которые принесли ковид-19. Также в ноябре 2020 года здесь, в городе Якутске, на улице Чайковска в 117, дробь 2, на 30 коек открыли дополнительные, тоже круглосуточные стационарные койки. В обалахском отделении у нас 50 коек. Это в итоге 80 стационарных круглосуточных коек. И на сегодняшний день у нас прошли лечение, реабилитацию 1439 человек, да. И по статистике, если смотреть, сколько человек, ну вот 85% это пожилые люди, те, которые переболели. И что превалирует, да, в первую очередь это 90% и больше, это астенический синдром, то есть у людей наблюдается сильная слабость. Они не могут, вот пожилые люди в основном, они не могут самостоятельно двигаться, да, то есть делать те манипуляции, которые они раньше делали. Те люди, которые работоспособного возраста, также они очень тяжело выходят из этого состояния, то есть они не могут работать, быстрая утомляемость. Я уж про другие, то есть почему это идет, да. Постковидный синдром зависит от того, сколько органов систем было поражено. Какие манипуляции были проведены во время лечения данного пациента, какие препараты были применены, да. И, естественно, зависит от статуса здоровья, насколько он здоров был, да, на самом деле. Если у него были хронические заболевания, сахарный диабет и так далее, ну это, естественно, это усугубляет состояние. Люди с лишним весом, с сахарным диабетом, это является номер один, да, вот как бы для тяжелого, ну, чтобы тяжело перенести COVID-19. А как, потом, в чем заключается реабилитация больного, который попадает в ваш центр, что там происходит? Происходит что, да, направление дают первичные звено, то есть поликлиники по месту жительства. Значит, заявление обрабатывается в Ермиации через единый центр сопровождения пациентов. И пациенты поступают к нам с отрицательным ПЦР-тестом обязательно, 72 часа. И, значит, у нас во всем мире сейчас происходит, как сказать, есть методические рекомендации, которые были разработаны в 2020 году. Сначала вышли европейские стандарты, потом российские стандарты. И мы работаем согласно этим стандартам. Значит, туда входит лечебная физкультура, в первую очередь. Ну, естественно, это мультидисциплинарная бригада, то есть осматривают все доктора, которые входят в эту группу. Это врач по лечебной физкультуре, физиотерапевты. Если нужно, травматологи, неврологи. Подключаются все специалисты узкие, смотря какие органы системы больше поражены у данного пациента. Массаж. Массаж делается не только лечебный. У нас Владислав расскажет, да? Перкуссионный массаж. Перкуссионный массаж делается. Что это значит? Это когда мы непосредственно воздействуем на легкие. То есть через тело человека мы воздействуем на перекусию. Прямо в этой области массаж. Да, грудной отдел и реберные мышцы. Вот еще я собирала вопросы перед нашим эфиром. Есть вопрос такой, как правильно дышать дыхательная гимнастика, и насколько ее можно делать сразу же после того, как человек переболел. Кто-то говорит, что прямо во время болезни надо дышать. Ну вот пока ты вылечиваешься, да? Кто-то говорит, надо через какой-то интервал, после того, как ты уже ПЦР отрицательный получил. И если человек на кислороде находится зависим от кислорода, как лучше делать, чтобы он оставался на кислороде, или чтобы тренировать легкие, отказываться в это время от кислорода? Да, вот дыхательное упражнение, конечно, непосредственно делается уже в первом этапе, да? Это когда вот человек в реанимации. Вот. И к нам попадает уже на второй-третий этап, да, в реабилитации. И у нас уже мы, врач ЛФК определяет по шкале Борге пациента непосредственно, какое дыхательное упражнение к нему применить. Ну, например, вот более легкие, то есть пациенты, мы проводим дыхательное упражнение по Стрельниковой. Смотрим обязательно на состояние человека, то есть пациента. Можем проводить по Стрельниковой сидя, лежа, стоя, да? Именно вот смотря на пациента, на его состояние. Вот. И к нам, конечно, попадают и те пациенты, которые с кислородным концентратом. Мы стараемся их во время этого нашего лечебного, лечебной физкультуры отложить, да, концентратор и по возможности, чтобы человек самостоятельно начал дышать. То есть обязательно носом вдох, выдох через рот. И объем легких увеличивается за эти 10 дней, да, человек, он может, и бывают такие случаи, что пациент выписывался без уже кислородного концентрата. То есть если человек дышит без кислорода, вот эта вот гимнастика, да, она еще больше раскрывает легкие и помогает ему. Тогда кислород не нужен во время дыхания лучше. Да, нет, во время нашего упражнения дыхательного, да, нам кислород не нужен. И делается обязательно спериметрия с учетом частоты дыхательных движений, да, и, значит, пульса, пульсоксиметрия делается обязательно, и спериметрия обязательно. Это как сатурация, да? Да. Смотрится? Ну и, естественно, физиолечение. Физиолечение, оно необходимо, да. Вообще вот опыт двух лет, он показал, что магнитотерапия, она оказывает очень хороший эффект. У нас есть в двух отделениях аппарат магнитотурботрон, вот, ну, у нас в республике, только у нас есть, полностью человек туда погружается, да, то есть магнит идет в круговую человека. Поэтому тут эффект очень большой, да, и сухие углекислые ванны тоже очень хороший эффект дают. И все это в комплексе, ну, дает, у нас за две недели пациенты получают, даже за две недели, даже за 10 дней колоссальный, то есть человек, который к нам пришел на первый этаж, не может подняться, они уже поднимаются на третий этаж, спускаются, то есть они самостоятельно ходят уже без концентратора, кислород независимый, они выписываются. Получается тогда 10-14 дней у вас находятся пациенты на реабилитации. В общем-то, и не сказать, что это долго, да? Нет, ага, потому что пациентов очень много, мы ограничили это уже, пребывание. Спасибо большое, мы через две минуты продолжим разговор о том, как помогать тем людям, которые перенесли ковид, и как они могут себе помочь, находясь дома и обращаясь в ваш центр. Сейчас две минуты реклама, поэтому не теряйте нас, скоро вернемся. Друзья, мы снова в прямом эфире, еще раз всем добрый день. Говорим мы на очень сейчас актуальную тему, на тему о том, как помочь людям, переболевшим ковид, восстановиться. И в нашей студии сегодня врачи, главные врачи Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, главный внештатный реабилитолог Минздрава Республики Сахая-Якутия, Кюна Назарова и инструктор центра по лечебной физкультуре Владислав Иванов. Мы остановились на том, что можно без кислорода проводить дыхательную гимнастику тем, кто перенес ковид. Можно ли это делать самостоятельно в домашних условиях, расскажите? Да, в домашних условиях можно сделать именно дыхательные упражнения. В Ютьюбе есть видео, которое можно набрать, и там можно посмотреть наше видео именно по дыхательной гимнастике. Там все написано, все рассказано, как есть, как надо делать, как нужно делать. В свободном доступе есть. Как ритм держать тому, кто делает эту гимнастику? Он должен слушать свое тело и выбирать тот спокойный режим с паузами, с отдыхом, либо нужно прямо за инструктором повторять то, как он показывает? Нет, там именно индивидуально можно подойти, где-то отдохнуть, где-то передохнуть, где-то дышать чаще, где-то тоже интенсив, сидя, стоя. Все зависит от состояния. От состояния данного человека. То есть, как он чувствуется, если ему достаточно пока хорошо, он может продолжать. Если ему сложно, он должен отдохнуть. Да. И когда пострельниковой, важно знать, что когда повышенное давление артериальное, лучше не делать. Потому что дыхательное упражнение может еще больше усугубить. Но когда мы делаем именно дыхательное упражнение, могут повыситься пульс. Это вполне нормально. Пусть они боятся и делают. Как правильно в домашних условиях, оставляя гимнастику дыхательную, которая важна, отказываться от кислородного компенсатора тем пациентам, которые находятся пока на кислороде? Как правильно это делать? Ну, тут все зависит от пациента, в любом случае. От состояния. Ну, и по контролям доктора нужно тут. Если он кислородзависимый, то все-таки самостоятельно все это делать, это... Опасно? Да, опасно, конечно. Лучше поступить в отделение реабилитации, начать там уже все процедуры, а дома уже продолжить. В вашем центре есть те, кто остаются на кислороде еще какое-то время? Да. А есть ли там пациенты, которые не могут передвигаться самостоятельно, которые ограничены в манипуляции? У нас есть постоянно... Ну, такие пациенты поступают, но тогда мы делаем все процедуры на... В палате. В палате делается. И лечебная физкультура, и массаж, и физиолечение, все в палате делается. Одна моя знакомая очень хвалила ваш центр, ее маме очень понравилось. Скажите, насколько большая очередь ваш центр, и как она продвигается? Сколько человеку ждать, если вот он переболел там, и как-то заявку подал, да, в своем врачу, но высказал о том, что он бы хотел в вашем центре пролечиться? Ну, загруженность такая достаточно большая, но мы работаем с отделением пульмонологии и так далее, да, со всеми лечебными учреждениями, которые у нас в системе здравоохранения работают, да. Соответствующие, они нам говорят, что есть такой пациент, допустим, по звонку, да, или через центр сопровождения пациентов, то есть это он выпишется там, допустим, через две недели, и через две недели он может к нам поступить, и к этому времени уже его очередь подойдет, то есть ожиданий будет намного меньше. Заранее, да. Спасибо, у нас есть вопрос от нашего слушателя или зрителя, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я вот переболел, Николай, я вот переболел где-то, ага, и у меня после этого что-то с желудочно-кишечным трактом, ну, в смысле, там, чувствую, что это не очень хорошо, ага. И там у вас есть такие процедуры? Николай, спасибо за интерес. Ну, дядя у меня тоже переболел, знакомый, он после ковида умер от, как его, от кишечника, но там лекарств много, из-за этого, наверное, какие-то пошли реакции, спасибо. Спасибо за вопрос. Это очень частая, как раз симптом, постковинтема синдрома, да, является именно желудочно-кишечный, чаще всего у пациентов панкреатиты, да, то есть у кого были холециститы и так далее, все это обостряется, и это после антибиотикотерапии тоже возникают разные симптомы. Значит, вот тут лечение, да, как раз реабилитация, она вам очень поможет. Общая реабилитация, потому что это только одно из осложнений, да, то есть это надо все равно комплексно и подходит. Поэтому можете к нам в наше отделение медицинской реабилитации или в Нижнем Бестях, или в городе Якутске пройти. Иммунитет у нас все равно там сколько, 80% в кишечнике, в желудке, да, правильно, где там, в желудке. И ковид лечится тем, что понижают иммунитет искусственно, чтобы вылечить ковид. Я не так давно узнала, что оказывается, когда низкий иммунитет, заразиться меньше. Есть шансов у человека, я удивилась очень, потому что мы же все стараемся этот иммунитет повысить, быть с высоким иммунитетом. И когда уже идет реабилитация после ковида, получается, что нужно тогда, вот, во-первых, проводить терапию, чтобы восстановить эту кишечную флору. Да. А как правильно это делать? Тут человек должен, как бы, диагностировать, что у него конкретно, да, может, у него панкреатит, может, у него холецистит, да, то есть уже поставить диагноз, начать лечение и реабилитацию. Еще один из симптомов после ковидных – это загустевшая кровь. А почему так происходит? Почему кровь густеет, и что с этим делать после? Ну, тут в протоколе лечения при ковиде-19 обязательно есть кроверазжижающие, да, термолитики. То есть назначаются ксорелта и так далее. И термолитики назначаются на долгий период. На долгий период, потому что тут много идет процессов. Сказать в двух словах это сложно будет, да, потому что при… Это же в основном поражаются сосуды при ковиде-19. Не легкие, как пневмония, да, поражаются в основном сосуды. Мы все, когда в начале программы нашей говорили о том, как мы себя стараемся защитить, мы обозначили, что мы все-таки сужаем круг общения. И не хочется действительно лишний раз выходить к врачу, да. Кто-то вот перенес, может быть, ковид в легкой форме и восстанавливается дома. Есть ли какая-то возможность получить, не выходя из дома, квалифицированную рекомендации и консультацию врачей, чтобы как-то, вот, оставаясь в безопасном пространстве, смочь помочь себе реабилитироваться после этой болезни? В части реабилитации можно пройти у нас телемедицинскую консультацию. Ну, дело в том, что тут нужно, оказывается, у нас население, у многих нету скачанной облачной поликлиники. То есть его нужно скачать, облачную поликлинику, и у вас должно быть госуслуги, да. Вы заходите через госуслуги, находите наше учреждение ГАУ РЦЛФССМ и далее консультации врача по лечебной физкультуре. Затем вы пишете дату, какого числа вы хотите пройти консультацию и время. Тогда наш доктор выходит на вас и проводит консультацию. Консультация может быть разных специалистов, не только врача по лечебной физкультуре, также инструкторов. То есть человек может полноценную консультацию по реабилитации получить. Спасибо. У нас есть звонок слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Это Змегна Конголасского Луса. Как вас зовут? Мы хотим сказать свои пожелания. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Это Змегна Конголасского Луса. Мы вас слушаем. Мы с мужем перевалили ковидом в августе и были реабилитации в Абалахе в сентябре. Ну, благодарна коллективу реабилитационного центра Абалах. Реабилитация нам очень помогла в нашем здоровье после ковида. Лично, вот, Кремле Николаевне тоже благодарна в том, что она вовремя вот открыли реабилитационный центр Абалахе. Это по географическому положению очень хорошее. Так, в дальнейшем желаем вам здоровья, благополучия и расширения реабилитационного центра Абалах. Спасибо вам. Будьте здоровы. Спасибо вам за отзыв такой. Благодарю. Говорят, ваша книга отзывов исписана только положительными отзывами. Да, это так. Как так получается? Ведь всем невозможно угодить. У вас получается, что все уходят из вашего центра довольными. Ну, вот, я тоже знаю человека, который очень доволен. Вот сейчас позвонил человек, который рад. Ну, у нас политика нашего учреждения такова, что все наши проблемы остаются дома. Мы открываем двери нашего учреждения. И для нас только наши пациенты, наши хорошие отношения. И мы выбрали эту профессию, медицину. Поэтому мы должны помогать людям. Поэтому коллектив у нас замечательный, очень хороший. Ну, и дата этого вашего центра, да? Такой достаточно уже возраст. Да, 70 лет нам. 72 уже. А что сейчас самое сложное для вас, как для врачей, когда вы открываете двери вашего центра и оставляя все дома, заходите туда? Что самое сложное, да? Ну, как ни страшно, да? Да, ну, мы уже привыкаем, да, к этой ситуации, конечно, до ковида. Сейчас вот все познается в сравнении, да, какие у нас пациенты были, да, совершенно другие. У них были планы какие-то. То есть мы там две недели полежим, полечимся, реабилитируемся, выйдем на работу, потом поедем куда-то в отпуск и так далее. А тут у нас сейчас совершенно другая картина. То есть люди, особенно вот с постковидным тяжелым синдромом, у них нету самое страшное, вы знаете, вот как бы будущего, да? Вот они не знают, когда они выйдут из этого состояния, когда они выйдут на работу, когда они могут куда-то поехать и так далее. Вот это самое ужасное, страшное. Да, когда не знаешь, так туманно, да, впереди, что не знаешь вообще, как дальше. Потому что новая совершенно болезнь. Совершенно новая, да. Ну, кое-что мы знаем, что через две минуты мы вернемся снова в прямой эфир и продолжим разговор о том, как помочь тем, кто переболел ковид, восстановиться. Оставайтесь с нами, не теряйте нас, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вы можете нам звонить, у нас осталось не так много времени до конца эфира, 32 00 66 32 11 66. И задавать свои вопросы по теме реабилитация после ковида. В нашей студии врачи, главный врач Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, главный внештатный реабилитолог Республики Саха-Якутия, Кюна Назарова и инструктор по лечебной физкультуре центра Владислав Иванов. Может быть, есть какие-то общие рекомендации, которые помогут вообще всем людям. Может быть, и психологические тоже. Потому что мы говорили, что сложное психологическое состояние для человека, который переболел. Я даже слышала, что вот прямо в депрессию сразу люди уходят от того, что вот эта слабость их посещает. И вот правда не знаешь там дальше как что планировать. Может быть, есть какие-то общие рекомендации для тех, кто с этой болезнью соприкоснулся лично, несмотря на то, в какой форме он это перенес. В легкое, в тяжелое или очень тяжелое. И, слава богу, остался жив. И это самая главная и хорошая новость. Я сейчас свой вопрос отложу. У нас потому что есть вопрос слушателей, чтобы не томить ожидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Елена, мама пятерых детей. Да, Елена. Я вот прошлым годом переболела. Мы всей семьей переболели. Вернее, переболела я, сын, подросток и девочка маленькая. Ей годик. И хочу вот спросить о реабилитации, да. Вот паники и проблемы у нас общие суставы. Болят. И еще вот как раз варикоз, вот обострение идет. И желудочно-кишечный страх. Очень много проблем. Ага, заранее благодарю. А вы из Якутска, да? Да. Хорошо, спасибо. У нас есть второй еще звонок. Но из Мигана Ганглазского улза. Да. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, ага. Да, да. Айсен, айсен. Айсен, да, слушаем. Ага. Так. Я инвалид первой группы. У меня... Алло, слышишь? Да, да, слушаем, говорите. Ага, здравствуйте. У меня вот такой... Да, это... Ага. Такой важный вопрос. Я вот инвалид первой группы. У меня... Так, онкология. Еще в 2020-м... В 2020-м переболел ковид. Потом... Сейчас, в данное время, у меня этот... Медотвод. И поэтому вот... Медотвод QR-код не дают. А медотводом никуда не попадаешь. Там торговые центры, там больничные, рестораны, все такое. Ага. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Вот мы как раз перед эфиром говорили, что вот локдаун, вот эти QR-коды, все это как будто бы людей вот волной направило в прививочные кабинеты. Тем более, что они работали в эти дни прошлую неделю, там чуть ли не с утра и до вечера, и включая выходные. Но вот правда, как быть тем людям, у которых медотводы, которые просто не могут получить такой QR-код? Так. Так, инвалид первой группы, медотвод, да? И онкологически больной. В данном случае ему дается справка, да? Справка с поликлиники о том, что у него есть медицинский отвод по таким серьезным заболеваниям. Значит, справки три подписи дается таким пациентам, да? Но сейчас она упрощена, на самом деле, до одной подписи. В принципе, с этой справкой по закону он может посещать. Но с другой стороны, да, тут как бы палка от двух концов. Он в группе риска. Да, он в группе риска. И могут возмутиться, да? Те же самые посетители. Тут вопрос очень сложный и для нас нерешаемый. Как нам с этим жить дальше, непонятно. Вот у нас еще перед Айсеном была слушательница Елена, она тоже задала вопросы. У нее просто вот обширнейший, да, можно сказать, такой пусковидный синдром. Есть у нее несколько симптомов. То есть тут нужна срочная реабилитация, да? Она мама пятерых детей, тем более. То есть она должна пройти реабилитацию, да. Она может записаться к нам. Через, ну, свою поликлинику взять направление и поступить к нам. То есть мы можем ей помочь. И можно привлечь узких специалистов и так далее. То есть это в наших руках. Главное найти, на кого оставить на это время пять детей. Да, конечно, да. У нас есть еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Из патинского вуза у меня такой же случай. У меня в месте не генерализованная форма. Метод вот пожизненный. Не могу я получить вакцину. Но я работаю учителем в школе. Могу ли я дальше работать, давая ПЦР или ИФА-анализ? Спасибо за вопрос. У нас есть еще один вопрос. Запомните, да? Да. Да, еще один вопрос. Здравствуйте. Представьтесь. Алло, Николай, Якутск. 33 года. Слышно, да? Да, слышно. Вот вопрос такой. Почему вот некоторые здоровые люди, да, например, я вот, например, служу в спецназе, там, здоровый человек абсолютно. Я очень сильно болею ковидом, после периодически болею температура. А некоторые люди, которые мои коллеги, которые совсем больные, хромые или как ходят, они с ними ничего не случается. Они не болеют. Или вот родители, они пожилые люди, тоже с ними ничего не случается. Ходят, как ни в чем не бывало. После прививки тоже. А некоторые молодые, здоровые, прямо, которые вот пыщут здоровьем, они болеют. В чем отличие? Николай, спасибо за вопрос. Да, кстати, такой вопрос в ходу. Почему вот после прививки начинается симптоматика, и прямо люди в болезни уходят? Ага, ну вот на первый вопрос. Согласно, да, вот решению Роспотребнадзора, человек может задавать 72 часа ПЦР и каждый раз выходить на работу. Да, то есть только такой выход у нее есть. Вот это да, да? Да, да. К сожалению, так. Еще если вспомнить о том, что это платный анализ сегодня и не дешевый. И тогда вот последний вопрос. Вы знаете, вот в нашей структуре есть отделение спортивной медицины. Мы занимались до ковида, и сейчас занимаемся, конечно, углубленным медицинским осмотром, допуском всех спортсменов, а также медицинским обеспечением всех спортивных мероприятий нашей республики, начиная от городских до детей Азии и так далее, до международных. И вот, к сожалению, есть такая вот статистика, да, то есть те люди, которые очень много тренируются, соответствующие иммунные статусы, у них оказывается не такой уж крепкий на самом деле. Вот сейчас ФМБА на прошлой неделе, Центр спортивной подготовки, был у нас такой ВКС, и у них члены сборной олимпийской нашей страны тоже очень много болеют ковидом, оказывается, да, вот данная ситуация. Почему говорят? Потому что те люди, которые сильно тренируются раз, ну, два, две тренировки в день, и в неделю пять-шесть раз, соответствующая у них слабая иммунная система. Поэтому они подвержены, и причем они болеют в тяжелой форме, да, в средней, тяжелой, тяжелой форме. Ну, такая вот история получается. А вот вроде как слабоиммунные, они имеют меньше шансов заразиться? Нет, к сожалению, тут есть разная ротация. И на сегодня, вот штамп, который на сегодня, да, уже новый, дельта-ковид, насколько он отличается от того, что было в начале, и чем? Вот если сравнивать три, ну, вот три волны, которые у нас были, да, последний дельта-штамп, он очень агрессивный. И чем он отличается? Тем, что начали болеть дети. Активные болеть дети. Раньше мы наблюдали, что только болели в основном пожилые люди. Теперь подключились вот молодые люди, и дети начали болеть. Кстати, у нас в этом году вышло распоряжение правительства. К нам присоединяется детская реабилитация, и мы начнем с января следующего года детскую реабилитацию постковидную. Потому что сейчас детей больных ковидом стало тоже очень много, и мы этим тоже будем заниматься после ковидной реабилитации. Дети, это получается вообще группа риска, они ведь не привиты? Да, пока что нет, да. Но уже закончились, то есть с конца ноября, с начала декабря, говорят, будут вакцинировать детей. Да? Уже? От ковид? Да. Тем, кто сейчас задумывается о прививке от обычного гриппа, от которого мы всегда прививались, с ВИГРИП, вакцина, как ее совместить с прививкой от ковида или с ревакцинацией от ковида? С ревакцинацией и с обычной, да, вот, то есть у нас же идут очень много информационных блоков по телевидению, по ютюбу, да, ну, по ватсапу и так далее. То есть в один день нельзя это делать, да, то есть прививку от гриппа и ревакцинацию, да, то есть только эти правила должны быть, и все. Потому что я уже слышала, что говорят, ну, пошел в прививочный, можешь вот сразу поставить обе. Потом разнятся, кто-то говорит, можно недельку подождать, пару дней, а кто-то говорит, прям месяц надо ждать, и вот разные, немножко разная информация, поэтому я решила уточнить у вас. Тогда интервал какой самый артимальный? Интервал должен быть, потому что сейчас, 21 век, все-таки люди аллергичные и так далее, да, то есть чтобы не было, да, осложнений, хотя бы три дня. А, хотя бы три дня? Да. Ну, это немного. Да. Тем более, что там после прививки же три дня тебе надо, да, что-то прям совсем друг за другом. Теперь еще два дня дают бесплатно, это сохранение заработной платы, если вы вакцинируетесь в день вакцинации и на следующий день. Две прививки, неделю отдыхаешь от работы. У нас остается 30 секунд до конца эфира, но общей рекомендации, наверное, мы не успеем, да, и я просто хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня нашли время, и в вашем лице поблагодарить всех врачей, которые сегодня помогают тем людям, которые нуждаются в вашей помощи. Спасибо вам большое, крепкого вам здоровья. Будьте здоровы, берегите себя. Да, за ваш труд, спасибо огромное. Сегодня на вас прям столько надежд. Слушателям спасибо за внимание и всем хорошего вечера. И зрителям тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.